Всем привет и добро пожаловать на 17 выпуск А что если, где мы проводим различные эксперименты, разоблачаем мифы и в целом показываем фишки, которые помогут вам в королевской битве. Перед тем как приступить к экспериментам, хотим бы поблагодарить людей, которые прислали свои идеи. Хочу привести наглядный пример. Читав ваши идеи, мы увидели вот эту идею. Она нас очень заинтересовала и поэтому мы решили ее реализовать прямо в этом выпуске. Ждем ваших предложений, а мы начинаем. А начнем мы с очень хорошей идеи, в которую я не верил можно сказать с самого того момента, когда я только сел ее читать. Один из вас давно написал, я бы даже сказал очень давно написал такую идею. У меня в пати попался забаганный чел, а именно он находился в забаганном положении, летел буквально на одной ноге и он встал под аэрдроп. После того как он на него упал, он стал бегать по карте нормально. В игре конечно сложно увидеть того, кто примерно так багается и тем более в пати, чтобы он встал под аэрдроп. Как это все еще должно сложиться? Я решил попробовать это сделать с нашими новыми возможностями, в виде баскетбольного мяча или пернатого мяча. Говоря проще, мяч под гольф. Лучшим вариантом я посчитал, чтобы это проверить, момент когда у нас совершается подбор игроков. Игроки багаются там не так часто и возможно перезаходив каждый раз в игру, мне все же подвернется хотя бы один случай. Спустя очень много игр, мне все же попался такой случай. И сказать честно, исход меня очень удивил. У нас и впрямь получилось сделать то, что нам писали. Но немного другим методом. В начале ролика я упомянул идею. Про ту, которая нам очень понравилась и мы не стали ее откладывать. На потом. В прошлом видео мы проводили тесты снайперской винтовки. В этот раз нам предложили узнать, на какую максимальную дистанцию можно убить с автоматов. Для теста мы взяли FN SCAR, FAMAS и M. Постепенно увеличивая дистанцию с FN SCAR у нас получилось достигнуть дистанции в 275 метров. Мы решили сделать это и с другими автоматами. И результат оказался одним и тем же. Редкость автоматов и их различия никак не сказывается на дистанции. Если глянуть с другой стороны, то патроны, можно сказать, пропадают прямо перед нами. Если посмотреть в описании оружия, то мы не увидим такой характеристики, как дистанция. Вспомним прошлый ролик, где по прямой со снайперской винтовки мне выдало дистанцию в 460 метров. Но после того ролика мне скидывали дистанцию и в 500, и даже в 520 метров. Но они уже были не так, как мы по прямой. Со стрельбой в нашей игре не все так прозрачно, как хотелось бы. Если постараться, можно набить и больше. Управляемая ракетница снова в игре. Поменяли ее, конечно, сильно. Если сравнивать управляемую ракетницу с обычной на максимальную дистанцию, то она сильно проигрывает. Что осталось у управляемой ракетницы с предыдущего раза, так это то, что ее можно сбить с курса импульсной гранатой. Плюс ее можно взорвать с оружия. Конечно, она стала маневренной, но зато скорости у нее никакой нет. Нам предложили проверить, возможно ли взорвать ракету зарядом С4. Мы, недолго думая, пошли это пробовать. Зашли в песочницу, а затем разошлись по командам. Поставив пол и стены, мы начали запускать ракету вдоль стены. На самом деле я ожидал чего-то другого. Но все же ракета остается неуязвима к взрывной волне. Для меня это как-то не особо логично сделано. Импульс на нее влияет, а взрывная волна нет. Мертвая петля. С такой идеей вы постучались к нам в комментарии. Это даже был как вызов. Конечно, я шучу, вызовов нам никто не кидал. Но идею вы нам предлагали. Если бы в Фортнайте было побольше разновидности построек, то это нам бы облегчило жизнь. Но мы не из робкого десятка и пошли пробовать с тем, что у нас есть. Построив что-то подобное на мертвую петлю, мы начали это пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но спустя попыток 20 мы уже поняли, что машине не хватает скорости. Даже грави-батуты никак не помогут. Если есть идеи по этому поводу, то пишите. Мы готовы их почитать. А мы приступаем к последнему эксперименту. Мы это уже когда-то проверяли. Но сейчас мы дополним эту информацию, чтобы вы были осведомлены. Нам писали проверить такой факт. А правда ли, что выброшенные предметы из сундука в пропасть появляются снова на карте? Такие сундуки есть. И они находятся на новой пустынной локации, возле гоночного трека. Как мы видим, если открыть сундук, то вещи из него выпадают прямо в пропасть. Но если подождать, пока они полностью упадут, то их перебрасывает на то же место, откуда они и начали скатываться. Так что теперь не надо бежать чуть ли не в пропасть, чтобы схватить оружие. Можно чуть подождать, и оно заново появится. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Как обычно, мы ждем ваши классные идеи у нас в комментариях. Мы их все читаем, так что вы не останетесь незамеченными. Не забывайте поддерживать нас пальцами вверх. Этим вы нас очень поддерживаете и мотивируете. Всем спасибо за внимание. Все полезные ссылки в описании. А с вами был Макс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok